Волнующий момент. Очередь Ларисы Михайловны вот-вот подойдет, и хозяйка сгоревшей квартиры подаст документы на новую. Управляющая компания, чей дом пострадал во время пожара 12 марта, выполняет свои обещания, которые были даны владельцам 23 квартир, уничтоженных огнем. Большая часть людей согласилась на переезд в новое жилье. Некоторые уже начали в нем ремонт. Мы посмотрели квартиру свою. Вы знаете, она даже, она немножко по метрам поменьше, но она очень хорошая, в том плане, что улица Ленинградская 45, она вообще тихая улица, да. Дом трехэтажный, что мне теперь очень нравится. После пожара мы на восьмом этаже были, и как бы уже поняли, что не надо нам восьмой этаж. Ну и ближе к морю. Если честно, прецедента, вот так, я так думаю, по России, я не знаю, за всю Россию не могу сказать, но в Москве такого точно не было ни разу, чтобы, допустим, весь этаж выгорел и дали по квартире. Пожалуй, в Анапе это тоже первый случай, как мне сказали, как бы, да, вот, анапчане. Вы знаете, это просто чудо. Бог послал вместе с управляющей компанией, в лице управляющей компании. Четыре собственника предпочли получению новых квартир денежную компенсацию. И в этом случае специалисты мэрии и управляющие компании приложили все усилия, чтобы все бумаги были оформлены в кратчайшее время. Решили взять компенсацию и, ну, возьмем в ипотеку, что-то добавим. Конечно, жалко квартиру. Не поверите, я первый раз плачу. Ну, сгорело, ну, значит, сгорело. Значит, кому-то было так угодно, я не знаю, кому, правда. Ну, заработаем. Руки-ноги есть. Заработаем. Ну, крымскому Аллу спасибо. Оперативно отработали. За оперативность благодарны и будущие новоселы. Алла Михайловна придет за документами на новую квартиру уже через неделю. Я ни на что не рассчитывала. Мы только в себя пришли неделю назад, что называется. Мы не знали, думали, может, это год будет длиться или сколько. Но получилось довольно быстро, очень быстро. Конечно, мы довольны и рады, но отлично. В управляющей компании подводят промежуточные итоги. Благодаря договоренностям с мэрией и застройщиками, к этому дню по 13 переселенцам вопрос уже полностью решен. Остальные собирают необходимые документы. Люди в массе своей в любом случае благодарны, что их не бросили. В первую очередь администрация отреагировала. Ну, пока все хорошо. Мы в любом случае недовольны и будут. Вы же понимаете, у людей там сгорели такие вещи, как фотографии, да. Такая память. В основном за это люди переживают. Не столько за квартиры, сколько именно по таким вещам, то, что им дорого. Именно как память. Итак, вопросы с собственниками сгоревших квартир решены или решатся в ближайшие дни. А управляющей компании предстоит выполнять взятые на себя другие обязательства. В первую очередь это восстановление дома после пожара. Алексей Девейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.